Добрый вечер, мои дорогие друзья! Привет вам с моей кухни! Я вот сегодня влезла в это платье, которому сто лет в обед. Мой муж идет на ифтар. А, башлады? Вот такой у нас стол. Сегодня Тантони день. Это мое, это его. Сейчас покажу, что я делаю. Тантони вот здесь с мяса. Нашка ему Тантони с мяса. Сейчас я ему тогда моя заверну. Овощи у меня, салат и мясо. Ой, вкусно! Всем привет, мои дорогие зрители! Вот так я начинаю видео. Смотрите, что у нас происходит. Снова ветер был, сорвал этот наш зонтик. Мы решили его сложить. Вот такие чистые окна у меня. Видите, как я готовлюсь. У меня пришла идея такая. Я сейчас покажу, как я делаю спагетти со сливками. Почему я говорю спагетти? Из кабачков. Там кто-то мне исправлять пытался. Потому что я делаю это из кабачков, а не с кабачками. Так, здесь у меня готовится... Смотрите, какой суп буду делать грибной. Приготовлю, потом газ помою сегодня. А вот и я сама. Издалека не так видно эти морщины. Одела сегодня такой платьице. Нормально по мне. Видите, красные такие коллодки бордовые. Покрасила сегодня бровки себе. Поэтому здесь заплела чуть-чуть. Занимаюсь уборкой активно. Вы видели, как я пожарила лук и зубок чеснока. Сейчас вот эти все грибы в кастрюлю. Все грибы мне показалось много, поэтому я... Он может сделать мне, чтобы был такой насыщенный, потому что грибов у нас полно сделаю. Мы неделю назад купили на базаре грибы. Вы что думаете? Килограмм грибов и еще вешенки полкило. Так же они лежат. Я несколько, пару раз использовала их. Я кричу, поднимаю голос, чтобы вы слышали меня, мои дорогие. Сейчас оно с грибами у меня пожарится, ну, че, потушится. Очень простой рецепт. Очень. А я покажу сейчас вам, как я делаю спагетти. Но мое лицо не обязательно смотреть. Смотрите. Конечно, если по длине было бы лучше. В предыдущие разы я не делала так. То есть не нарезала такой мелкой. Вот. Я просто так измельчала, поэтому, наверное, так некрасиво у меня получилось. Ну, с опытом приходит больше знаний, да. У меня немножко тут с Мари проблемы, расскажу вам. Ну, я уверена, что все хорошо будет, поэтому я вообще перестала нервничать. Ну, вчера немножко такая паника была, так как они не отвечали, никто не выходил на связь столько времени. У Мари, что-то приступ, как моя мама объясняет, и дочь говорит, у нее приступ сердечный был, боли, и мама, и они испугались, ночью скорую вызвали. Вот. И вчера с утра она проснулась, у нее тошнота после рвота, после завтрака. И ее решили отвезти в больницу, и она уже двое суток там капает. Сделали клизму, обследование, эхоскопия сердца, все сказали, все в порядке, не переживайте. Ну, сделали контроль. Я сказала, знаете что, проверьте на глисты, на лямбли. Говорит, не надо, говорит врачи. Врачи указывают, что не надо, но бессильно на таком расстоянии. Вчера муж принес полкилоом масла у этих бабулек. Вот смотрите, видите, как я делаю? Порезала вот такими пластами, потом сложила так аккуратненько, и для красоты. Я хочу сейчас все порежу, хотя все очень много. Ну, я приготовлю сейчас эту еду, да, чтобы у меня было на 2-3 дня. Лучше вот так, чем портятся эти кабачки. Вот. На базаре мой муж купил только клубнику, рокола, потому что мы их кушаем. И марвел такую огромную купил. Я говорю, зачем Ашкин столько купил? Ну, купил, купил. Я занималась уборкой генеральной. И готовимся к нам, к байраму. Я хотела сегодня поголодать. Вот почему-то я у меня такой жор, обжираюсь, вы знаете, без какой-то нормы. У меня нету сильного потери килограмм, но у меня есть потери в сантиметрах. Естественно, откуда будет потеря килограмм, когда я так хорошо кушаю? Ну, в принципе, знаете, что с другой стороны смотрю? Что я кушаю? Клетчатку. Да, съедаю тарелку эту огромную, 7 стаканов, как доктор Берг говорит им. Вообще все говорят вокруг. Съедаю я. Видите, вот так вот беру эти, нарезаю и так. И, в основном, каждый день я ем белокочанную капусту, квашеную. Уже открыла ту новую банку. Обалденная капуста. Она вот сделается очень просто. На 2,5 килограмма капула, нарезанной капусты, 40 грамм соли. И больше ничего не добавляется. И еще одна морковь. Моркови должно быть просто так для цвета. А так много ее нельзя добавлять. И все это крупной солью перемешиваете. Чуть-чуть придавливаете. На 3 дня. Я там некоторым девчонкам отправляла рецепт. Ну, для вас сейчас тоже скажу. И укладываете в банку. Накрываете марлечкой. И каждый день вы прокалываете. То есть марлечку убираете. И вот какой-то с пашечкой, такой длинной палочкой. 6 часов уже скоро. На мясном бульоне у меня будет вкус. Добавлю черный перец. Сливки. Добавлю сейчас грибы. Суп уже будет у меня со сливками. Также добавлю сливки. Мои спагетти. Аж кем и похудел. На 92 было сейчас 86. На 6 кило. А я сильно не похудею. Я просто уменьшаю в сантиметрах. Потому что я хорошо кушаю. Буду жарить на сливочном масле. Мои спагетти. Я не добавляю сюда лук. Пережарить кабачок. Чеснок нужно было сейчас. Забыла я. Добавить сыр. Наверное, грамм 100. Плавленый. И сливки. И все, мои дорогие. Буду рассказывать. И буду готовить. Вы смотрите. Только наблюдайте за моими руками. Так вот. Мари с такими приступами повезли в больницу. Капелицу. Клизму. Все проверили. Рентген. Хоскопию сделали. Я так, в принципе, некогда мне было общаться. И мне тоже некогда. Все, говорит, мама, не нервничай. Все нормально. Я, говорит, хотела ее проверить. Но я, когда ее заберу, я опять поведу ее к этому кардиологу. Посмотрит ее сердечко здесь. Можно еще оливковое добавить сюда. А что я приготовлю мужу? Вчера я ему делала тантони. Поэтому сегодня он будет кушать у меня макароны. Каждый день мясо нельзя кушать. Мясо сейчас очень дорого. Не говорите, слушайте, как цены выросли все. Но у нас есть мясо. Есть мясо. Спасибо Богу. И рыба. Смотрю, вчера у меня и рыба, и фарш. Все есть. А мы, когда ездили к родителям, купили фарш и забыли там морозилки взять. Потом я позвонила и сказала, пускай они не нервничают. Так хорошо мы провели вечер. Пускай покушают, приготовят себе что-нибудь. Там вспомнят нас. Они так обрадовались. Сестра. Так как-то она ко мне смягчилась. Не знаю, как это воспринимать. Смягчилась. А насчет моей младшей заложки, в принципе, уже можно рассказать. Никакого в этом секрета нет. Уже все произошло. Это событие. Поэтому не переключайтесь. Я вам расскажу секрет. Решила включить вам камеру и поговорить. Столько мыслей приходит в голову. Вы знаете, что я хочу вам сказать? Кето-диета для меня открыла полезность каждого фрукта, каждого овоща, каждой зелени. Да? Ведь раньше я этого не понимала. Вот сейчас вот сижу, вот натираю сыр и думаю, блин, в Грузии, какие вкусные сыры. Я всегда их любила. И в последнее время я их себя ограничивала, потому что я была на правильном, где нельзя было съесть все это. А когда ты на кето, думаю, сейчас поеду, привезу оттуда себе сыры. Я так и сделала. Ну, достаточно. Я использую, знаете, что творог. Вот у меня есть творог в морозилке. И это. Как хорошо делать полузаготовки. У меня в холодильнике вот эти полузаготовки, они мне дают быстренько все что-то приготовить за какие-то считанные минуты. Макароны. Макароны сварила я побольше. Какие-то с томатом. Какие-то простые просто. У меня вот этот салат. Витамины. Тут все есть. И красно-болгарский, и зеленый. Все. Добавлю чуть-чуть капусты вот этой. Это же тоже квашеная. Так же квашу, как и белую. Вот. Для цвета красота. Но, в принципе, друзья мои, плюс это, знаете в чем? То, что я уже знаю, как помочь себе сразу и быстро. Естественно, мы все это оливковое маслице. Я сейчас полностью перешла на оливковое масло и лью сколько хотите. Видите, сколько вылила. Но оливковое масло у нас в ходу. Я не только триндю, Аде говорю, дело. И мы увидели у родителей, мы купили по тысячу, два баллона, а это по 700 увидели. Ну, кому бы я не спросила, можно ли их жарить на нем. Они говорят, можно. Я не знаю, как определить то, которое нельзя жарить. Ну, они всегда говорят, можно. Все это с бризным лимончиком. А капуста обалденная получилась. Смотрите, какая она сочная. Вы видите, сколько сока. Вот. Сок. Это просто бомба. Сейчас пробовать нельзя. Я каждый день я кушаю. Два месяца уже. Вот такая картина. Здесь грибной суп. Вы знаете, кто-то там меня хотел обидеть. Он говорит, где вы курсом-то обучались, подготовки. И другие тоже пишут, кулинария, Светлана, не твоя. Откуда вы знаете, что мое и что не ваше? И что не мое? Вы уста, как говорят, прям мастер-шеф. Я считаю, что я голодная не останусь. И мои дети. В любой ситуации. Когда много есть еды, когда мало. Вот. Сейчас мы вот так это посыпем все сыром. Это не сыр, это творог. Я хочу, чтобы тоже... Ну, почему-то творог, после того, как его заморозишь, приобретает такую консистенцию. С чем это связано, друзья? Вы не в курсе? И вот, смотрите. Сливки. Даже сливки можно все сюда в суп. Будет вкусно. Вот. Сейчас я это все размешаю. Также вот и сыр. Видите? Помешаю, и все готово. Все, я приготовила кушать. Спагетти готовы. Хотела сегодня пересадить цветы. И видите, я вот купила, что денежный цветок, по-моему, он денежный. Вот это посадить, этот побольше пересадить. Какой сегодня до цветов? Аварийная ситуация на балконе. Ну, что я могу сказать? Базарный день сегодня. Мой муж купил только. Соседи сидят к кафтару, готовятся. Видите, что-то готовят там, да, в духовке. Все готовятся. Это такое, знаете, состояние праздника. Так приятно, когда вместе с мужем мы садимся и кушаем. Это так трогательно. Это так ценно. К родителям ездим тоже, с ними вместе кушаем, ждем. Это так сближает, сплачивает. Берегите своих родителей. Они нам дали жизнь. Мамочка моя, дай Бог тебе здоровья. Анымчик Баба Джим. Дай Бог здоровья. Царство Небесное вам папочки, который мне причастен к моему рождению. Дай Бог, чтобы мы были хорошими родителями для своих детей. С предстоящими праздниками, мои дорогие мусульмане. Вот такая красота у меня получилась. С вялеными помидорами. Это мне на несколько раз. Грибной суп. Он на цвет, на вид такой некрасивый, да? Некрасивый, но там много грибов очень. Сливок, грибов. Будем с мужем кушать. У него есть макароны. Пожарю я ему такую одну котлету куриную. Большую. И все, будем кушать. Он не так много кушает. Несколько раз, по чуть-чуть. Давайте выйдем вместе с вами на балкон. Прохладно. У нас так похолодало. Похолодало. Чуть-чуть дождик поморосил. Красивый вид. Красивый вид. Я каждый день благодарю Господа Всебогущего, Всевышнего Вселенной за вот этот прекрасный вид, который я наблюдаю каждый день. Каждое утро начинается с выхода у меня на балкон и благодарности ко всему. Даже вот это пасмурное небо, оно прекрасно. Ой, а у нас тут лампочка горит. А что это так интересно? Видите, горшки готовы. Надо их сажать. Вы посмотрите, кто сидит у нас. Вы видите? Это к деньгам. И на таком хорошем цветке хотя бы цветок не испортился. Но я ее прогонять не буду. Видно, она уже яйца там пала. И мужу не скажу. Кто хочет, тот сюда добьется своего. Спасибо вам за то, что вы лайкаете меня, смотрите. Пишите комментарии, продвигайте мой канал. Пишите гадости тоже, это хорошо для продвижения. Я поклонница, подписчица одного торолога очень много лет. Два с половиной миллиона. И так быстро увеличивается количество подписок. И хорошие пишут. А гадости сколько пишут? Вот она поменялась, похудела, изменилась вообще полностью во внешности. Делает какие-то пластические операции на тело, на грудь. И ей все пишут. Вы уже не такая, как были, простая. Но если человек меняется в лучшую сторону, вам-то не параллельно это все. И спросили насчет хейтеров. Анджела Перлс, вы, наверное, знаете, я ее обожаю. В каком смысле, что ее прогнозы все исполняются. Анджела Перлс, вам пишут сколько хейтеров. Как вы реагируете? А я никак не реагирую. Я вы им вообще не отвечаю. Потому что я знаю, что это люди. Если они замечают в чем-то, какой-то порог, проблемы, значит, они этим страдают. Вот зачем это же люди? Нездоровые. Какой-то счастливый человек, здоровый. Он никогда не обратит внимания на другие, на других людей, на какие-то изменения, на погубные привычки. Вот сами подумайте. Оно вам нужно будет, если вы счастливы? Мне, например. Я буду говорить другой, о, блин, какая она страшная, какая она худая. Прекращает пускай это делать. Это ее личное дело. Мне язык не повернется, рука, пальчики мои не повернутся написать ей гадости. Вы понимаете, я, например, такой человек. Я никогда прямо не скажу человеку о его каких-то нехороших качествах, которые мне не нравятся. Я могу это, допустим, как-то культурно сказать, в личку, при личном общении. И то надо подойти мне сначала, чтобы не обидеть человека. Может, что-то по-другому и предложить какой-то вариант. Все зависит от людей. И вот я у нее беру перемер. Так что поэтому говорю, мои дорогие зрители, пишите гадости. Я на них не реагирую уже. Просто не буду ей отвечать. И не буду блокировать. Раньше блокировала, а сейчас нет. Вот. Вот такие дела, мои дорогие. Там у меня белье сушится. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...